Я, так сказать, однозначно не буду говорить о помощи онкологическим больным, поскольку мы не занимаемся помощью онкологическим больным. Наш фонд, он занимается какими-то такими проектами помощи здоровому населению в первую очередь. И я, вопреки, так сказать, ожиданиям не буду, у меня нет никаких слайдов, потому что я не думаю, что то, что я говорю, нужно сопровождать слайдами, лучше осмотреть друг друга в глаза. Прежде всего я расскажу о фонде, о нашем, так сказать, собственно говоря, многие из тех, кто здесь присутствует, нас уже знают, с кем-то мы работали вместе, делали большие, так сказать, дела, и, в общем, так сказать, многие знают. Ну, кто не знает, расскажу. Фонд профилактики рака – это, так сказать, независимая некоммерческая организация, которая занимается внедрением и, так сказать, помощью в внедрении скрининга и профилактики рака массовой в стране. Мы действуем на территории всей Российской Федерации, не только и не столько в Санкт-Петербурге, сколько в основном в других регионах. И, в общем, так сказать, за то время, что мы существуем, мы создали и реализовали достаточно большое количество проектов совместно с региональными властями, совместно с медицинским сообществом самых различных регионов, в том числе и Санкт-Петербурга. И одним из наших таких ключевых партнеров, так сказать, и в научно-клинической поддержке является НИИ, онкология Петрова. И даже вот этот форум, на котором мы все присутствуем, это наше, так сказать, совместное деяние. Кроме этого форума мы участвовали в организации, так сказать, таких, вот, Георгий Васильевич упомянул, как бы, Балтийский форум по скрининговой профилактике рака. Это была наша инициатива, их прошло два в 2013-2014 году. И в 2014 году мы также, так сказать, организовали, так сказать, сибирский онкологический форум, который проходил в Хантамансийске, как в одном из эпицентр скрининговой профилактики рака, вот, по ту сторону Уральских гор. И сейчас, вот, как-то, на мой взгляд, так наметилось, как бы, ну, я очень много езжу по стране, так сказать, два таких эпицентра, откуда распространяется, так сказать, вот, идея популяционного скрининга. Это, так сказать, в европейской части России это Санкт-Петербург, а в, так сказать, в восточной части России это Хантамансийск, конечно, в первую очередь. Ну, это мое видение. Возможно, как бы, другие регионы думают иначе, и, так сказать, конечно, так сказать, у каждого свои достижения, но вот, если смотреть на это все, так сказать, с высоты, так сказать, самолета, то он выглядит примерно так. Как мы определяем свою роль вообще, вот, в общественной, так сказать, жизни, в гражданской жизни, так сказать, Российской Федерации? Однозначно совершенно, как бы, мы не собираемся с собой подменять, там, какие-то, так сказать, структуры государственные, потому что это невозможно, ненужно и неправильно. Единственное, что мы хотим, так сказать, это помочь существующему движению внутри медицинского сообщества, внутри, так сказать, властных структур, да, подтолкнуть, что ли, так сказать, те решения, которые направлены в сторону внедрения популяционного скрининга, так сказать, и массовой профилактики рака. Сейчас эти движения, так сказать, в том числе и нашими усилиями все больше и больше заметны. Это даже, так сказать, заметно потому, насколько хорошо наполнен зал, на самом деле, потому что очень часто, так сказать, когда наши, так сказать, коллеги приходят на форум или там на круглый стол, они ужасно удивляются. Как столько людей интересуется скринингом, ну, а сейчас уже никого не зря, да, действительно, сейчас это такая модная тема стала, и вот это тоже одна из наших таких основных работ. Мы стараемся делать эту тему абсолютно актуальной среди, так сказать, медицинского сообщества, как бы, вводить ее в топ основной тем, как бы, да. Что мы планируем делать в ближайшее время, где наши основные планы, так сказать, сейчас в России начала реализовываться программа диспансеризации. Если поначалу мы были глубокими противниками этой, так сказать, диспансеризации, потому что мы не видели в ней перспективу, и она была, ну, неправильно организована, и, так сказать, неправильно, так сказать, смоделирована, да, как нам казалось и кажется, да. И мы выступали противниками. Ну, вот, сейчас мы, так сказать, переосмыслили свою, так сказать, в этом смысле, как бы, роль, и, наверное, мы постараемся всеми силами помочь диспансеризации сделать ее действительно хорошей. Так сказать, внедриться в нее и разрушить ее изнутри, но нет. Да, да, нет, 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 на самом деле, так сказать, наша задача действительно помочь измениться этой диспансеризации в ту сторону, которая позволит действительно правильно диагностировать, действительно правильно осуществлять, так сказать, скрининг онкологических заболеваний. На данный момент, конечно, в ней всем, так сказать, известно огромное количество изъянов, все прекрасно понимают, что она не идеальна, но, с другой стороны, вообще-то она есть уже хорошо, что, по крайней мере, эта идея, как бы, на, так сказать, ну, федеральном уровне, она уже, так или иначе, не просто в голове, она уже даже на бумаге, даже уже пусть криво, пусть косо, но реализуется. Да, да, и вот это наша основная роль, поэтому мы, так сказать, на своей площадке объединяем, так сказать, властные структуры, специалистов, медицинский бизнес, и это позволяет нам, так сказать, соединив все в единое целое, чуть-чуть подвинуть, так сказать, скрининг и профилактику рака вперед. Вот, собственно, все, что я хотел сказать о нашем фонде. Спасибо. Да, конечно. Вопрос такой, значит, вы хотите улучшить диспансеризацию, то есть, те государственные деньги, которые выделяются на диспансеризацию, какой-то другой параллельной программой, да? Нет? Или, ну, я понимаю, что иногда конкурирующие какие-то идеи, они могут иметь право на существование, но если мы будем запускать, а мы заинтересованы все-таки не в отдаленных результатах, а в более быстром получении результата максимально, поэтому мне кажется, что было бы все-таки разумно координировать действия с теми, которые, так сказать, тоже ведут эту работу, в частности, главный специалист по профилактической медицине, Меддравовский. Бойцова, конечно, я имею в виду, да, поэтому мне как-то и совет, и вопрос в то же время, параллельно вы будете работать или все-таки вместе? С удовольствием отвечу, как бы, так сказать, на этот вопрос. Я очень давно хочу познакомиться с Бойцовым, пока, к сожалению, не получалось. У меня к нему накопилось огромное количество вопросов, так сказать, и я не думаю, что наши беседы будут не эмоциональные, как бы, да, потому что, так сказать, я уверен абсолютно, что то, что те нормы, стандарты, которые они разработали, они, к сожалению, ну, я думаю, здесь многие онкологи согласятся, что они никакого отношения имеют ни к науке, ни к, так сказать, да, ни к, так сказать, мировой практике, да, поэтому это первое, что по поводу работы с Бойцовым. Я, так сказать, конечно, хотел бы работать с ними вместе, но вот ближайшие планы, да, так сказать, по поводу, как бы, использования, скажем так, бюджетных средств, мы не бюджетные организации, мы не претендуем на бюджетные средства, мы их не используем, как бы, мы, наоборот, собираем средства, так сказать, и помогаем, так сказать, государству в этом плане, да, это первое. Мы привносим вне бюджетные средства в программу диспансеризации, мы дополняем ее, это первое. Второе, мы помогаем организационно, так, чтобы те бюджетные средства, которые выделяют федеральные и региональные бюджеты, не расходились впустую, как это сейчас происходит. Это оценка ваша? Ну нет, они не совсем впустую, на сто процентов, да, конечно, чтобы все понимали, я, естественно, возможно, более эмоционально, чем нужно, но тем не менее, это не на сто процентов пусто. А вот мы просто постараемся, скажем так, делать более эффективными эти траты. У нас есть такая возможность привлекать и международных экспертов, у нас есть возможность привлекать, так сказать, организационные ресурсы, у нас, в конце концов, есть собственный организационный опыт, достаточно приличный, поэтому это позволяет нам утверждать, что мы будем полезны в улучшении программы диспансеризации. Вопрос есть. Ознакомиться, это первый вопрос. И второе, какие вы ставите перед собой цели и задачи? Да. Ну, во-первых, я, видимо, не соглашусь с выводами, скажем, этих диссерационных работ, как бы, скрининг – это не то место, где коммунизм, как бы, да, когда нельзя построить его в отдельно взятом, как бы, государстве, как бы, это не коммунизм. Скрининг как раз действительно можно попробовать реализовать в регионе. И вот то, о чем говорил Лари, о том, что скрининг начинается с пилотных проектов, это как раз об этом и речь, что сначала один регион, а потом уже умножение этих регионов. Нельзя пытаться проснуться и построить скрининг вот так вот на всю страну. Если мы с вами долго будем делать систему, пытаться ее делать, 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 а потом неожиданно назначим какой-нибудь D-Day, после которого бабах и проснулись, а утром скрининг у нас есть. Так не будет. Это постепенный процесс, который такими маленькими ячейками делается. И так это делается во всем мире, и нельзя пытаться сделать наоборот. Но бывают люди делают выводы, что надо сначала федерально, а потом на более низкий уровень. У нас вообще так часто пытаются сверху навязать что-то. Реально все делается снизу. Это по первой части. Что касается нашей конкретной программы и наших целей, у нас программа все зависит от того, чего хотели бы регионы, собственно говоря, от нас. Мы в этом плане можем просто помочь. И нет какой-то специальной программы, с которой мы бегаем и всем ее предлагаем. Нет ее. А цель у нас достаточно простая. Она озвучена на сайте. Есть миссия фонда профилактики рака. Это наша общая политика. Мы всемирно способствуем снижению смертности от рака. Все. Это наша цель. Так, спасибо. Отсюда вопрос. Я просто хочу комментарии. Может, это не директор. Я нужна транслятор. Хорошо. Я думаю, что у нас была вопрос немного позже о чем-то соревнованиях. И, возможно, это не то, что вы имеете в виду, но это очень важно, я думаю, что организационные программы у нас есть определенный таргет популяция и определенный интервал. Most of the cancers that are diagnosed in the population are diagnosed outside of the screening. It might be half or a little bit more. because some people get the cancer before they're eligible to attend some people get the cancer after they're eligible to attend and some get it in the interval so it's very important that the population understands even though they went to screening they could still get a cancer and it's very important that everyone works together to help identify the interval cancers so that there's not an unnecessary delay so the idea of competition is something that one tries to avoid by working together in developing these standards and developing these projects it's a joint effort to control the cancer it was a comment it was a comment it was a comment it was a comment yeah, of course the microphone, please the microphone or tell me, please you're a fund for the cancer how do you deal with the cancer for the cancer which is the director of the bloodstream is there any other projects or any other projects Это о доме профилактики в Санкт-Петербурге. Но это небольшой проект пока, но потом, возможно, мы что-то расширим. Еще вопросы? Да, Сергей Васильевич. Спасибо большое. Вы знаете, вот вы очень хорошо все говорили, и у меня никаких возражений против всех тех хороших слов, которые вы сказали, нет. Но вот как у человека, который всю свою жизнь, в общем, посвятил медицине, я все-таки хочу понять, вот конкретно, чем вы улучшили ту программу, которую вы критикуете? Вот первое, было плохо, это мы сделали так. Второе, было плохо, это мы сделали так. Было плохо, это мы сделали так. В чем это состоит? Потому что вопрос о том, что вы оказываете поддержку, собирая деньги с медицинского бизнеса, ну, неважно из каких источников, это прекрасно, что вы помогаете. Но вот что конкретно вы считаете плохим, что вы изменили, и что это дало? Спасибо большое за вопрос. Я прямо на нее сейчас очень подробно отвечу, только это, конечно, будет не пять минут. Но первое, одна из самых главных проблем диспансеризации, одна из самых главных проблем диспансеризации, это вовлечение населения. По приказу о диспансеризации, как вы знаете, даже по новому, по 38Н приказу, вовлечение населения в диспансеризацию возложено на участковых терапевтов. Давайте вспомним, что на них еще возложено, кроме вовлечения населения. У них нет времени даже «му» сказать, не то, что там вовлечь население. Я скажу вам больше. Дело в том, что для того, чтобы вовлекать население в рамках такой широкой программы, как диспансеризация, нужно быть профессионалом, пиарщиком, кем угодно, но только не терапевтом, и уж тем более не участковым. И в этом плане мы оказываем значительную помощь в некоторых регионах по вовлечению людей в диспансеризацию, потому что это, так сказать, специалисты делать не могут сами, но у них нет ни времени, ни средств, ни сил для этого, никаких, так сказать, максимум, что может сделать участковый терапевт, это повесить на скотч табличку о том, что у нас проходит диспансеризация. Все. Это что, так сказать, ну, где-то, как бы, какие-то региональные программы есть, реализуются, где-то не реализуются эти программы. Но так или иначе, этих программ недостаточно для того, чтобы вовлечь достаточное количество населения. Ну, на самом деле так. Это то, что мы планируем делать. Сейчас мы предлагаем, при помощи наших иностранных коллег, при помощи наших российских коллег, немного модифицировать те методы диагностики, которые применяются в рамках диспансеризации. Например, речь идет о скринике колоректального рака. Пока мы этого не делали Но планируем это сделать И мы хотим это сделать Наконец использовать вместо гвоякового теста Количественный иммунохимический тест То, что делается в Хантамансийске Но у них это делается не в рамках диспансеризации Это есть возможность сделать в рамках диспансеризации По новому приказу И помочь это сделать Вот наша задача конкретная Мы можем помочь вовлечь население Мы можем поработать с людьми Мы можем помочь организовать учет Какие-то расходы связанные с этим И прочее Таких вот мелких точек Болезненных в диспансеризации Где мы могли бы помочь Если я сейчас начну все перечислять Это просто будет отдельная лекция А не ответный вопрос Илья Алексеевич Правильно ли я понял Что если мы лишимся фонда профилактики рака То все программы федеральные Муниципальные по скринингу По профилактике рака Все площадки на которых могут встретиться Государственные органы С федеральными лечебными учреждениями С муниципальными Рухнут И в один день мы лишимся вообще всех программ Или я все-таки чего-то недопонимаю Спасибо Спасибо А можно мне встречный вопрос задать? А перечислите пожалуйста Федеральные программы кроме диспансеризации Нет вы неправильно понимаете Но я вам встречный вопрос бы задал Но я же как представитель наиболее древней национальности Отвечаю вопросом на вопрос Так вот я вам говорю Что никаких других Программ Кроме диспансеризации И некоторых региональных программ Так или иначе Проходящих У кого у нас нет улучшений Почему мне-то это пеняете Скажите пожалуйста Я государство Вы переходите несколько Этический уровень Разговора Поэтому Понятен был вопрос И понятен ваш ответ Еще есть какие-то вопросы? Тогда давайте предоставим слово Елене Николаевне Грачевой Добрый день Алло Слышно что-нибудь да? Добрый день Я представляю благотворительный фонд Адвита Буквально два слова об этом фонде Для тех кто никогда о нем не слышал Хотя я думаю что здесь не так Петербургцы наверняка о нем знают Мы основаны в 2002 году При клинике трансплантации костного мозга Петербургского первого медицинского университета И прежде всего Нашей задачей была Поддержка трансплантации костного мозга в России В Петербурге Но сейчас конечно Когда мы За вот эти 14 лет Которые мы Развивались Сейчас мы поддерживаем Системно 6 больниц Три из которых федеральные И поддерживаем Также Не только трансплантацию костного мозга Но и большое количество Онкологических больных Другое дело что конечно Мы не работаем так системно Как фонд Ильи Потому что наша задача Поддержать прежде всего Пациента и доктора То есть дать им в руки Если не хватает финансирования Или не хватает организации Для того чтобы получить Это финансирование Или лекарство быстро Или доступ к какому-то обследованию Предоставить эту возможность Чтобы само лечение Само обследование Не прерывалось И соответствовало Международным стандартам Сейчас у нас есть поток пациентов Мы помимо того Что мы оказываем Системную помощь Определенным больницам У нас есть еще Адресная помощь И в 2014 году Это почти 700 человек Из которых Только 200 это дети Остальные это взрослые И надо сказать Что мы единственный фонд в стране Который в таком объеме Оказывает помощь взрослым пациентам И поэтому наш опыт Вот с чем к нам приходят Взрослые больные Какие лаконы В организации помощи Взрослым больным Существуют Вот тут как раз Мы могли бы Мы могли бы Поделиться нашей информацией И с Медицинским сообществом И с руководством города В данном случае Поскольку действительно Мое выступление Очень боком Там относятся К теме Вернее к теме Скринга Не относятся совершенно То Прежде всего Я хотела бы ответить На ваши вопросы Потому что здесь Практикующие доктора Из очень большого количества Больниц То есть чем Наш фонд Может помочь Вашим пациентам И вам Подумайте об этом Но вот сейчас Прежде чем Перейти к вопросам И ответам на них Я бы хотела сказать Несколько Очень важных вещей Именно вот в обращении К врачебному сообществу Дело в том Что понятно Что фонд Вы можете себе представить Фонд Который занимается Взрослыми онкологическими больными Вы можете себе представить Объем обращения В этот фонд Если 99,9% фондов Которые занимаются детьми Они занимаются Контингентом Которых Но в тысячи раз Меньше В петербурге В петербурге Заболеваемость Детей Порядка 100-120 Пациентов В год В петербурге И области Действующих Онкологических больных Насколько мне известно В петербурге И области Около 130 тысяч То есть Отношение такое Поэтому Наш фонд Почта нашего фонда Представляет собой И Да И Несколько Еще одно замечание Детской онкологией Занимается Все-таки Довольно большое количество Организаций И Организации С ресурсами Не похожими на наш Да Это и Российский фонд Помощи с Первым каналом Это фонд Подарежей С генеральным партнером Сбербанком Это и Фонд Та и в доброе сердце С аргументами И фактами Никаких таких ресурсов У нас нет При этом У нас взрослые И взрослые Которые в количестве 500 человек в год Которым мы оказываем Помощь Примерно на 200 миллионов Рублей в год Вот На этих На этих пациентов Поэтому Вот Может быть Для практикующих врачей И руководителей Клиник Важно было бы Узнать С чем К нам приходят Пациенты Значит Прежде всего Это некватируемое Лечение Некватируемые Услуги То есть Это конечно Поиск донора Костного мозга Это К сожалению С 97 года Мы никак не можем Добиться Внесения Решения Этого вопроса Чтобы Поиск доноров Костного мозга Был оказан По квоте Хотя например В Беларуси Или Армении Это сейчас так То есть Оплата Поиска донора Идет за счет Государства Хотя Эти страны Гораздо Менее богатые Из некватируемых Это безусловно Огромный поток По радиологическим Исследованиям То есть Это ПЭТКТ Это МРТ Которые Ну Очень в большом количестве Не оплачиваются Тем не менее Я могу вам показать Статистику ПЭТКТ Огромное количество Обращений Это определенного Типа исследований Исследования Которые Связаны Уже с тем Чтобы С тем Когда пациент Выписывается Из больницы То есть Когда он По квоте лечебной Уже не может получить Это обследование А должен обследоваться Там раз в полгода Или раз в год И проходить Те же самые МРТ Или проходить Какие-то Дорогие тесты И очень часто Он вынужден За эти тесты платить Дальше С чем к нам приходят К нам приходят Незарегистрированными Препаратами И это Сейчас уже Довольно большой спектр Это ацетрис Это дефибротит Это метатан Несчастный Который пропал Ну вы помните Всю эту историю С усыновением Этого препарата Я не буду сейчас Рассказывать Эту печальную историю То есть Адренокортикальный рак Пасется у нас В фонде Практически со всей страны Я хочу вам сказать Дальше Ну и так далее Тому подобное То есть Некоторое количество Незарегистрированных Препаратов Которые Помогаем Оплачивают только мы Это серьезная Очень нагрузка На фонд Тем более Что мы занимаемся И оформлением Всех документов И это довольно Хлопотная Такая история Да И Это Препараты Которые Вываливаются За пределы Финансирования Квоты Да К нам Люди приходят С огромным Количеством Заявок Когда доктор Рекомендовал Препарат Но этого Препарата В стационаре нет Вот В данный момент У меня в почте И находится Значит пациентка Которая лечится У Алексея Михайловича И Алексея Михайловича Доктор Рекомендовал Холовен А я знаю Что у Алексея Михайловича Холовена нет А у Георгия Моисеевича Холовен есть Хотя Георгий Моисеевич Этого не помнит А я знаю И для меня Что я должна Сделать в этой ситуации Я должна У Алексея Михайловича Пациентку забрать И маршрутизировать Ее к Георгию Моисеевичу Потому что Хорошо Прекрасно Я вам отправлю На почту Эту пациентку Но поверьте Я такие письма Получаю в количестве 20-30 в день Когда пациентке Рекомендован Какой-то препарат Я-то знаю Потому что я слежу Всегда за сайтом Госзакупок Потому что Когда ко мне приходит Из какой-то клиники Пациент за каким-то лекарством Я знаю Закуплен он или нет Потому что Иногда до пациентов Эта история Просто даже не доходит И тут у меня Очень важная У меня очень большая Просьба К врачебному сообществу Да У нас очень большие проблемы С информированием С маршрутизацией больного С передачей больного Из больницы В поликлиническое звено И обратно Это бесконечное То есть он получал Лекарства По одним способом Потом он должен получать Лекарства По другим способам Перерывы К нам все время идут люди Которые не справляются Вот с этой цепочкой Передачи больного Сначала в стационар Потом из стационара В поликлиническое звено Мы готовы участвовать В любых совещаниях По этому поводу Мы готовы весь опыт Маршрутизации больного Принеси Потому что это очень серьезная проблема Вторая проблема Понимаете в чем штука К нам приходят пациенты Очень часто С терапией С просьбой о закупке препаратов Для терапии Третья и четвертая стадия И все эти препараты И все эти препараты Вы знаете Примерно сколько они стоят И тут Не очень важно Вот какую вещь Объяснить Во-первых Фонд Адвита Если уж Расставлять приоритеты Да У нас Понятно Ребенок всегда Ребенок всегда получит помощь Всегда получит помощь Тот человек Который идет на трансплантацию Это записано В нашем уставе Это главное Все остальные Уже Мы меньше сможем помочь Но мы всегда Если есть выбор Вложимся в пациента Первая линия В первичного пациента Если Вот понимаете Что сейчас происходит Если например Мы можем вылечить пациента С добавлением Дорогих таргетных препаратов В первую линию Скорее вы нас Привлекаете на этой стадии Чем Когда вы присылаете К нам пациента После третьей Четвертой линии Более того К нам приходят пациенты Которым объяснено Что это лекарство Вас вылечит Оно вас спасет Хотя мы понимаем С вами Что речь идет О дорогом Дорогущем палеотиве И оказывается Что именно сотрудники фонда Вынуждены объяснять Эти вещи А мы не заточены Под это И это не наше дело К нам пришел пациент И мы должны ему помочь Но когда у меня выбор Понимаете У меня Вы сами понимаете Какой он Да все Я заканчиваю Это тоже обращение Именно к медицинскому сообществу Пожалуйста Поддержите нас И пусть к нам приходят пациенты Мы готовы их принять Но мы готовы их принять С адекватной информацией И мы готовы Еще раз повторюсь Вкладываться скорее В первичного пациента Чем в пациента палеотивного Хотя есть Прекрасные палеотивные препараты Которые там Несколько лет жизни дают И мы тоже готовы С ними помогать Простите пожалуйста Спасибо 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 Елена Николаевна Можем вопрос Последнюю вашу фразу Вы готовы вкладываться В первичную Вторичную профилактику Мы в скрининг Будем вкладываться Нет В скрининг Мы не будем вкладываться Потому что скрининг Пилотный проект Вашими силами Пилотный проект С участием фонда Адвита Да Ну я так понимаю Нет Нет Это не наша тема вообще Нет Нет Елена Николаевна Большое спасибо За ваше сообщение Несколько Вы знаете Есть По вашим заявлениям Кроме недоумения Нечего выразить Это первое Второе Может быть Не нужно будет Долго обсуждать Просто-напросто Пожалуйста Давайте мы По крайней мере Я могу сказать За свое учреждение И попрошу еще одно Наше городское учреждение Это наш центр Ну очень практический Значит Мы туда введем Координаторов С которыми вы будете Иметь разговор Это наша мечта А что мечта Дело в том Что прежде чем Вот начинать оказывать помощь Прежде чем Какие-то базнословные деньги Собирать Вы знаете Мне иногда Просто даже обидно бывает Когда читаешь в газете Или где-то с телевидением Нужно Нужно сделать Такую-то операцию И Конкретно говорят Стоит 40 тысяч Стоит Ну это не вы Стоит 40 тысяч Давайте всем миром соберем Я вам кстати могу Много дать Информации Когда Просто-напросто Жулики этим занимаются Да И даже Даже есть поддельные документы Подписанные мною И Сергея Я лично писала Собирание в прокуратуру Видите как Нас соединили с ним Мы с ним заключение даем Для того чтобы деньги люди Собирали Ну вот ведь до чего Дошло Это бизнес Да я знаю Значит мы с вами Мы с вами его только Можем разрушить Пожалуйста Встает Встает ситуация ПЭТ-КТ Да поверьте мне 90% назначаемых ПЭТ-КТ Это Ну просто-напросто Из головы Выдуманная идея Абсолютно Ненужная Как мы можем Проконтролировать Если ваш доктор Присылает Дайте мне этого Конкретно доктора Вот я вам говорю Вы координатору нашему Вот это направление Будете приносить Это первое Это первое Второе То же самое По МРТ Ну знаете Что вопрос С МРТ Я вот здесь Не стесняюсь Я вам скажу На сегодняшний день По крайней мере Компьютерная томография МРТ И КТ При показаниям Онкологическим больным Выполняются В двух учреждениях Это в диспансере И в научно-практическом центре Все Мы никуда больных Не посылаем Ни на повторные Ни на какие Все делается на месте Я говорю Вот просто недоумение Ну и в какой-то степени Ну и обидно понимаешь Вот в чем вопрос Георгий Моисеевич Я поэтому и рада Что вы меня услышали Я вас услышал И мы так будем решать Вам большое спасибо Знаете за что? Нам очень важно Обратная связь За ввоз Нерегистрированных Препаратов Вот за это Вам большое спасибо Я хочу сказать Что на сегодняшний день Очень много больных В Санкт-Петербурге Особенно С таргетными Препаратами Для лечения Меланомы Дорогие Они еще Не зарегистрированы В течение уже Двух лет Вместе с Фармацевтической фирмой Предоставляет Но сама Она не может Нам привезти сюда Этот препарат Для лечения Больных А вот через Это получат Вот за это Вам большое спасибо Вот видите Вот это наша С вами работа Она успешная Вот так и нужно Строить все остальное Дальше Георгий Моисеевич Я же не против Диалога Но мы несколько раз Говорили о том Что необходим Общественный совет При комитете Здравоохранения Который выходили бы Пациентские организации Представители врачебной Общественности Ольга Владимировна Сейчас запишет Да Мы готовы обсуждать Вот мы там пришли Со своей какой-то информацией А нам говорят Она решается вот так Так и так У нас действительно Мало площадок Для встречи Понимаете Хотя у нас опыт У вас опыт И у вас опыт И если с определенными Понимаете Больницами У нас отношения Идеальные просто То поскольку Ваших пациентов У нас не очень много То оперативность Конечно Взаимоотношения Она очень низкая А ее нужно улучшать Да Елена Николаевна Я вот и добавлю К замечаниям Да Георгий Моисеевич В том плане Что к нам Нередко поступает На заключение Чаще всего детей Онкологических Как федеральное учреждение Дайте заключение Можете ли Есть у вас лечебные технологии Можно вообще Этого ребенка лечить Или нет И часто мы сталкиваемся С тем Что либо он Некурабельный Либо мы говорим Знаете Что у нас технологии Не хуже Мы можем пролечить Родители говорят Да мы не хотим Не хотим Дайте нам заключение Мы возьмем деньги федеральные И поедем лечиться Я думаю Что у вас тоже Так нередко поступает Давайте Организуйте экспертизу Лечебными учреждениями Скажите Дело в том Во-первых 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 у нас есть Экспертный совет Фонд ничего не будет Оплачивать без Экспертного совета Вот это я хотел услышать Мы вообще Нет Понимаете Специалисты фонда Не являются экспертами Специалисты фонда Получают пациента С заключением Экспертного совета Фонд Отвита Оплачивал Один раз Лечение за границей За 13 лет Своей жизни Это был Кибернож на область сердца Когда мы получили отказ Тогда он еще не был Киберножа Это был второй пациент в мире Вы знаете что такое саркома сердца И какую частоту оно встречается Которого мы облучили Это была единственная операция Которую мы оплатили за 14 лет Поэтому это Это не наше обвинение Мы никогда не возим за границу Мы никогда не тратим деньги Без консультации с врачами И мое появление здесь И обращение к вам Действительно Вы дайте нам уполномоченного Мы будем счастливы Это и есть просьба о том Чтобы деньги расходовались эффективно Потому что когда речь идет о клинике Горбачева Понятно Там нас знает любой доктор Мы можем получить любую консультацию С любого места Но поскольку пациенты-то Идут со всего города Из двух тысяч пациентов Которые пришли за последние два года У нас более 600 петербургцы При том, что большая часть центров Которых мы поддерживаем Они федеральные Да, и алмазовские центры И детское отделение онкологии И, естественно, Горбачевская клиника То есть мы готовы работать с горожанами Мы готовы им помогать Но нам очень важно понимать Что мы делаем правильно Понимаете? И тут нам нужна помощь врачебного сообщества Все Маленькая дискуссия еще По вопросу общественной площадки Для обсуждения вопросов онкологии Значит, в декабре 2014 года Было принято постановление И утвержден координационный совет При правительстве Санкт-Петербурга По вопросам онкологии Первое заседание его состоялось Сейчас запланирована работа На 2015 год А это не обязательно Потому что вопросы, которые планируются К обсуждению Они имеют плановость На следующее плановое заседание Мы планируем позвать тематику И обсудить профилактику Колоректального рака С участием тоже Общественной и коммерческой организации Поэтому дискуссия в правительстве Всегда всех слышат, хочу сказать И учитывая, что эта проблема очень актуальна В данном совете принимают участие Представители и исполнительные И законодательные власти Руководители и государственные учреждения Здравоохранения Санкт-Петербурга Федеральных клиник в том числе И общественники Поэтому всегда будем рады слышать И слышит комитет по здравоохранению Я вас уверяю, очень слышит Хорошо, спасибо большое Спасибо А у меня вопрос к врачам А чего вы хотите? Подождите, а чего вы ждете от благотворительных фондов? Чтобы мы понимали Зачем вам потребовалась бы Помощь благотворительного фонда? Чего вам не хватает, чтобы лечить так, как вы хотели бы? Ну нет, это некорректно Некорректный вопрос И времени нет Так, значит, пожалуйста, дискуссии Кто желает? Да, да Рустам Шамильевич Достаточно только назвать имя, отчество Всем понятно Попробую Ну, можно еще Казань Вы знаете Вообще я не вижу противоречий Вот Алексей Михайлович сказал, что Мы должны обсудить Нужно ли делать Скринговые программы Понимаете Вот Здорово, когда есть что-то Мощное Сильное Чего можно обсуждать Вот сегодня в стране Есть мощная Сильная программа Диспансеризация населения Вот можно обсуждать Можно говорить, что она Несовершенна Что там еще Мне очень понравилось Вот Высказанное нашего Гостя Господин Карлса Отношение того, что Нельзя все время Менять планы Вот есть программа Вот ее надо Совершенствовать Хантамансиск Великолепная Скринговая программа Вы заметили Я хотел вам задать вопрос Но там Был Замечательный Даже Прям Вывод Да Что Эту скрининговую программу Невозможно было сделать Без общей лечебной сети То есть нельзя Онкологов слишком мало Вот на большой Татарсан На 4 миллиона населения Онкологов 140 человек Сертифицированных И все И какую можно Какую можно сделать Популяционный скрининг Силами онкологов Методическое руководство Это то, что мы Вот за Ридзе Дарьд Георгиевичем Обсуждали Где должны быть Онкологи Их место Поскольку мы Больше всех понимаем Насколько страшно Запущенная болезнь Мы все-таки Знаем Методики Действенные И так далее И так далее Их надо внедрять Никто не сказал Что нужно делать Вот так Вот как Диспансеризация Она всегда Началась Она всегда Совершенствуется Любая программа И кстати В приказе Российском Сказано Можно делать Лучше На местах Нельзя делать Хуже Понимаете Пожалуйста Финляндии Уже поняли Что даже Финляндии Там народ Более дисциплинированный Но нельзя Применять Да Реакцию Грегерсена Это другой Тест Сегодня Есть Или Гаякую пробу Сегодня есть Другие Более совершенные Методики Их надо Внедрять Качественные Количественные Опробированные Мы сделали Свои пилотные Исследования Так получилось Еще Это было До диспансеризации На 2-3-5 тысяч Человек Примерно Такая Возрастная Группа Естественно Здоровое Условно здоровое Население И так далее И вот Когда диспансеризация Пришла В нашу страну Честно говоря Мы Постоянно Пытались Вот нашу Часть Онкологической Службы Ведь онкологическая Служба Это не только Специализированная Часть Не только Специализированное Учреждение Первичная Медико-санитарная Помощь Это часть Онкологической Службы Наиболее Передовой Отряд Который Непосредственный Контакт С населением Мы все время Пытаемся Онкологи Ну в крайнем случае Нормальные Онкологи Я главный онколог За это отвечаю В регионе За раннюю Диагностику В том числе Как мотивировать И как заставить Общую лечебную Ранним выявлением Заниматься Пришла Диспансеризация Приказ По стране Лично Вице Премьер Следит За этим В виде Ольги Юрьевны Голодец Татьяна Владимировна Яковлева А мы говорим Что этим Занимается Терапевт Ничего подобного У него Свои Функции Есть Но этим Занимается В целом Учреждение Главный Врач Амбулаторно-политонического Учреждения Отвечает Я ему помогаю Как главный онколог Министерство Здравоохранения Потому что Это государственная Программа И от нее Нельзя Отворачиваться На мой взгляд Конечно Потому что Дискуссии Я конечно Выражаю Далеко не только Свою точку зрения И когда Я предложил В Татарстане Применять Апробированные Методики То что мы Делали В пилотном Варианте Кровь Значит Скрытую кровь В кале Иммунохимическими Методами Перейти С Цитологического Скрининга Уже На жидкосную Цитологию Меня поддержали Мы нашли На это Средства В тех же Перегруппировались И нашли Эти деньги То есть Эти деньги Тоже Государством Выделяются И пожалуйста Вот эту Скрининговую Программу Хантамансиски Накладываю Внедряю В диспансеризацию Никто тебе Не запрещает Внутри Там же Есть Первый этап Это и есть Скрининговый Этап Сложнее И гораздо Труднее Второй этап До обследования Найти Этих Не выпустить Тех пациентов У которых Подозрения Чтобы они Не дошли до второго Этапа И прошли До обследования Если мы говорим О колоректальном раке Найти эти средства Чтобы были Эти колоноскопы И Ну А где же тут Противоречь В любой программе Надо заниматься Пусть она называется Скрининговая программа Или вот Диспансеризация Но там Зашит Очень мощный элемент Онкологический компонент Где как раз Скрининг и предусмотрен Цитологический скрининг Пожалуйста Скрининг На выявление Колоректального рака Маммографический скрининг И Вы понимаете Когда Вот этого Противоречия нет В крайнем случае Вот Илья говорит Что он знает Про Хан-Самансиск И Знает про Петербург Остальная Россия Белая В отношении Ранней диагностики И так далее Ну наверное Мало публикуемся Или мало Я еще выступаю Но в крайнем случае Результаты Я считаю Обнадеживающие Уже в 2014 году Мы выявили В 2,2 раза Больше Злокачественно На образовании При Диспансеризации Чем в 2013 году Причем 74% Да мало Надо 80 Следующий этап Да Но 74% Это ранние Формы Спасибо Пожалуйста Так Еще кто Хочет Дискуссии Нет Давайте сначала Пожалуйста Пожалуйста Да 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 Вам Представьтесь Эльбрус Байчуров Ставрополь Я бы хотел Поговорить Рустама Шамильевича Я даже могу Сказать Какого числа У него приказа 24 июня 2013 года Рустам Шамильевич Мы У себя Благодаря Вашему приказу Сейчас тоже В эту сторону Начали Смотреть И развиваться Вот эти методические Рекомендации Ваши Их можно экстраполировать Практически На всю территорию Российской Федерации То что вы говорите Я с вами Абсолютно Во всем солидарен Есть Мощнейшая Организация И надо ей Пользоваться В регионах Нам дали возможность Нам нужно просто Это постараться Модифицировать Под себя И стараться Этим воспользоваться Я с вами Да Да И согласен С тем что вы Подчеркнули То что вам Сказал Есть какой-то Путь Которую уже выбрала Государство И нам нужно просто Идя по этому пути Максимально стараться Использовать Ту возможность Которую нам дали Все Спасибо Спасибо Кто еще Позвольте По поводу Диспансеризации И дополнений И прочее Прочее Абсолютно Поддержу Двух предыдущих Докладчиков Мы сейчас Придержимся Ровным счетом Того же мнения Но Диспансеризация Каким нам Мощным инструментом Сейчас не виделось Все-таки Есть ряд Изъянов Заложенных В ней Приказами Конечно Это Надо Исправлять Однозначно Совершенно То есть я уже упомянул Один из изъянов Это вот Работа с населением Возложенных терапевтов Второй из изъянов Это отсутствие контроля Качества Диспансеризации К сожалению Там просто не предусмотрено Большому счету Вот это вы Ваши личные инициативы Да Вы контролируете Да Все контролируют Но Насколько я знаю Это нет Не так Сказать Я просто Очень много интервьюирую Терапевтов Для них это серьезная проблема Еще одна проблема Диспансеризации Это У них нет проблем Потому что они Неправильно занимаются этим Давайте Бедный терапевт Который мы не может сказать Вот до тех пор Пока мы все хором Будем этого лелеять терапевта И говорить Он не может Он занят Он и так далее Давайте сейчас начнем Все говорить о нас Да онколог бедный Он занят Он там бумаги у него Он там у него диспансеризация У него там скриннг И все прочее И мы тоже станем Вот такой вот в позе Что мы просто какие-то Ну как священные И на сегодняшний день Вы заметьте И Ханты-Мансийск И зарубежные И все прочее Где участковый То есть передовое звено А где Доктор домашний Не понял Врач общей практики Да Я вопрос не понял Так вот Главное лицо Везде и всюду Вот нужно понимать Того что главное лицо Это домашний доктор Доктор общей практики И терапевт А мы Мы его должны вооружить Мы его должны Действительно Сделать так Чтобы ему было Очень просто Во всей этой картине Выявить Он лучше всего Знает своих пациентов И он То есть Это называется И вот если вы мне сказали Что ваша задача У населения Выработать мотивацию Скринингу А у первичного звена Проникновенность Спасибо За аплодисменты Извините В общем Я Георгий Васильевич Что хочу сказать По этому поводу У меня такое ощущение Что мы с вами будто бы спорим Хотя на самом деле Мы говорим ровным счетом Одно и то же Только разными словами Я не могу понять В чем заключается наш спор Потому что это не спор вообще С точки зрения Если семантически Разобрать наши слова Мы говорим ровным счетом Одно и то же Все Я говорю что Мы хотим помогать поликлиникам И мы это делаем Потому что мы сейчас Всем остальным не дадим Поскольку вы Вы затронули тему Давайте все выступят А вы в конце Конечно я согласен Абсолютно Если у кого-то есть Какие-то комментарии Еще Я предлагаю слово Дать главному уколопрактологу Санкт-Петербурга Сергею Васильевичу Будьте добры Да Спасибо Я не был запланирован Но я Действительно тот Ну во первых Что уже Говори Диспансеризация Скриник Назвали диспансеризация Да и хорошо Пусть будет диспансеризация Главное Чтобы выполнялось Диспансеризация Была принята Если я не ошибаюсь В 12-м году И там не был прописан Иммунохимический тест И в этом была проблема И вся Россия Делала реакцию Грегерсона И тоже была проблема О которой сегодня Институт онкологии Из Герцена Сказал 95% положительных результатов В смысле 95% выполнения Чушь это все Конечно не было Этого выполнения А если даже и было То подпихивали Эту реакцию Грегерсона Мы прозвонили Петербурге Все поликлиники Оказывается Все делали реакцию Грегерсона Выявляемость Нулевая Никакой выявляемости Поэтому в 14-м году Наступило изменение И стал Принят иммунохимический тест И сразу Во всех регионах Стало лучше Ну и в том числе В Кантамансийских Кантамансийских Вообще На мой взгляд Я бы еще раз Поаплодировал Потому что Те данные Которые были приведены Совершенно понятно Ясно И не подлежат Никакому обсуждению Мы тоже провели Извините Я немножко прослужен Четыре года назад Мы на коллегии В комитете По здравоохранению Благодаря Георгия Моисеевича И моей активности Мы Я возглавляю Городской Колопротологический центр У нас очень много Колопротологического Профиля больных Ну одна из самых Больших цифр в городе Вот И мы тогда Начали делать Программу скрининга Ну назовем ее Скрининга Ну у нас Маленькое подразделение И денег было выделено Не очень много Но они были выделены И мы пошли По той линии Что раз мы Еще новички В этом деле Давайте-ка мы Поймем Какой тест Самый лучший И мы в течение Четырех лет Скрупулезно С помощью финских друзей С помощью других друзей Мы скрупулезно Изучали И изучили Четыре теста Перуваткиназа Тест Реакция Грегерсона Пресловутая Гемокульттест Который все упоминали И монохимический Тест Биохит Финляндия Который Тоже помогал Нам все это делать Исследовали мы Более четырех тысяч Больных Мы поняли Что Что Без скрининга Нам нельзя Вообще-то Особенно Сейчас всех Волнует Колоректальный рак Именно в колоректальном раке Наиболее позитивные результаты Потому что Выявляется громадное количество Полипов И мы их выявили И вот последний Вот этот Биохит Тест Он наголово Отличается от других Тестов Он выявляет Не только раки Честно сказать Раки выявляют Почти все тесты Когда раки уже развитые Когда 3-4 стадия Ума много не надо Там и пальцем ясно Я бы сказал Что самый лучший тест И с чего бы я начинал Как врач С громадным стажем Я бы ввел Вообще в диспансеризацию Колоректальное исследование Пальцем Пальцевое исследование Сегодня говорили 0,5% Выявленного рака Прямой кишки А рак прямой кишки Подразделяется На 3 этапа 15 верхняя граница И нижняя на нуле Так вот 10 сантиметров Во всем случае Мой палец 10 сантиметров Достает всегда То есть 1 2-3 рака Вообще без всякой Реакции Вот Поэтому мы понимаем Что это Чрезвычайно важно Чрезвычайно нужно И вот У меня еще Дальше Следующий момент Чтобы не задерживать вас 95% Я это уже сказал А да Была коллегия Не коллегия А это назывался Ну Координационный совет В Смольном Я туда тоже был приглашен Спасибо Вот И я высказался там По поводу Нашего ОМС У нас До недавнего времени Была введена цифра 17 рублей На одно исследование В нашем ОМС Я об этом Сказал вслух Меня услышали На другой день Вызвали в комитет По здравоохранению Не на другой день А через определенное Количество дней И была составлена Нами программа Нас просили составить Программу С другими цифрами Ну мы составили программу Ждем Она должна заработать Поэтому Я Позитивно настроен Нужно Очень нужно Делать Иммунохимический тест Очень нужен скрининг Ну Здесь Коллега Из Франции Говорил Я его слышу Третий раз Меня почему-то в этот раз Не пригласили Я раньше выступал На всех форумах По скринингу Это очень интересно Особенно нам интересно Потому что Колопроктолог Вообще Идет на острие Проблемы Если говорить Про колоректальный рак Это же понятно Ведь к онкологу Не идут Чтобы его осмотрели Ректально А к проктологу Все идут И колоректальный рак Это же совершенно очевидно Здесь не о чем Даже и говорить Вот Поэтому 17 рублей Я думаю Тоже цифра будет изменена Коллега из Франции Сказала Что нельзя решить Действительно все сразу И нельзя Охватить весь громадный Санкт-Петербург Это не Ханта-Мансийск Хотя главный врач Считал Процент Как это там С процентом Не все в порядке В Ханта-Мансийске Общая цифра Выявляемости На Россию Больше Чем В Ханта-Мансийске Несмотря на поразительные Успехи Ханта-Мансийска Значит совсем плохо Либо мы что-то не поняли Ну вот И поэтому Я думаю Что здесь надо включать Очень Очень важный ресурс Я с Жолобом Разговаривал На эту тему Но вот Фонда профилактики Нашего Не совсем достаточно Он Собирает Малочисленные Мы приглашаем В нашу больницу Людей Мы разослали Везде Всякие Рекламы Что приходите к нам Делайте тест Люди боятся Они не хотят Чтобы вовлечь их В скрининг Вообще Массовый такой скрининг Очень трудно Потом трудно Делать второй этап Вот вы сегодня Видели цифры Которые показывались В Ханта-Мансийске 50% охваченных населения Сделали колоноскопию Не потому что У них нет возможности Делать колоноскопию Видимо там постарались люди Они в Ханта-Мансийске Более-менее богатые И могут поплатить Эту колоноскопию Это не такие уже Громадные деньги Дело в том Что больные Не хотят идти на колоноскопию Поэтому сегодня Профессор Каплин Задавал правильный вопрос Он не задавал правильный вопрос Он выступал И говорил Действительно ли Должен делать топовый специалист Действительно должен делать Топовый специалист колоноскопию А как же иначе Это здоровые люди Они же идут Я извиняюсь Мы их уговариваем Чтобы они пришли Ну конечно топовый специалист Безусловно должен делать Другой вопрос Где ты найдешь Такое количество Топового специалистов И хорошее количество Большое количество Эндоскопической аппаратуры Это другой вопрос Ну Со всем остальным Вопросов очень много Поэтому Да Поэтому Я приводил уже цифру На прошлых выступлениях Знаете Вот в Петербурге Самое большое количество Колоноскопии Я специально занимался Этим вопросом Три с половиной тысячи Самое большое количество Колоноскопии Несмотря на то Что это вроде Не онкологическое учреждение В 122-й медсанчасти А почему А потому что там Всем делают под наркозом Во-первых Это деньги Во-вторых Это просто И во-первых Это легко И все прочее Здесь совершенно ясно Кто не знает 122-я Медсанчасть Она работает по хозрасчету Конечно Люди хотят Все наркозы И к нам приходят Все просят наркозы А я как могу Говорю у нас Блестящие эндоскописты У вас все в порядке Будет так хорошо Ну действительно Ребята очень хорошо работают Хотя Мы делаем Конечно Выступать по радио Чтобы давали Возможность Выступать по телевидению Чтобы я Имел возможность Сказать людям Всем Что мы Давно уже Договорились С частными Лабораторными Подразделениями Города Их довольно много Они почти на каждой улице В нашем городе Чтобы они Принимали Эти частные Учреждения У всех Желающих Кал на скрытую кровь Это просто Как апельсин И люди Должны идти И я им должен Еще раз сказать Я им должен Сказать энергично Что Четвертая стадия Рака Это большая беда Это смертельный Исход А первая Вторая стадия Это стопроцентная Жизнь И это совершенно Ясно Поэтому Еще раз Спасибо Что подняли Такую Вот Очень важную Тему Спасибо Уважаемый коллеги Можно я скажу Несколько слов Я не вижу Противоречий Вот Сегодняшних Выступлений Я согласен Вот У нас Ничего Сейчас Кроме Диспансеризации Нет И у нас Опыт работы Вот из прежних Лет был И сама система Адаптирована И конечно же Первое Напрашивается Первое Это путь Совершенствия Этой системы Все это изучить И внедрять Мало того Есть уже результаты Какие-то И понятно Что мы сейчас Когда начнем С этим работать Мы упремся В те вещи Которые в этой системе Не преодолеть Вот опять Даже на высоком уровне Специалист Нужен хороший Ко мне недавно Обратились Знакомые Поставили Запущенную стадию Рака шейки матки Год назад Были у хорошего Гинеколога Взяли Цитологию До 8 лет Уже можно было Обнаружить Это значит Не те руки Не те глаза Смотрели То есть Это важно Контроль качества И поэтому Мы конечно Это должны Совершенствовать Потому что Проблему нужно Уже сегодня решать И политически Для нас И вообще Нужно какие-то цифры Выдавать Изменения показателей Но понимая Если мы хотим Обобщать то Что имеется Давайте обратимся К опыту Того что уже Наработано И понимая Что наверное Вот с этой системой Мы не получим Когда охват населения Там 80-90% Фактически Не так как у нас Мы понимаем Что можно на 3 разделить Фактически Невозможно И специалисты Должны хорошие И так далее Этот опыт Надо изучать Тем чем Занимается Антон И вот он Доложил его Мало того Программа Нужна Пилотного проекта Да наверное Нужна Нужно это все Отработать Если мы сейчас Возьмем эту программу И попытаемся Да она еще хуже Будет чем диспансеризация И денег еще много надо Так если вы что-то хотите Давайте отработаем А потом попытаемся Вот каким-то образом Уже систему Та которая финансируется Наша структура имеется Вот я так представляю Я поэтому не вижу противоречий Просто надо все это сопоставить Да Спасибо Да Антон Алексеевич Это очень интересная дискуссия И мы сейчас Подождали Хантамансийск Что он богатый Но я думаю Санкт-Петербург Вроде бы тоже Не бедный город И я думаю Что надо делать Какие-то практические шаги Я думаю Что стоит Как один из выводов Создать рабочую группу Хотя бы по нашему городу Куда войдут Обязательно Это должны войти Онкологи Это должны войти Эндоскописты Это должны войти Колопроктологи И я думаю Что надо доверить Как раз Я думаю Колопроктологам Какую-то ведущую роль В создании У тех рекомендаций Не знаю Изменений В программе диспансеризации Это будет конкретный Практический шаг Который собственно И реализует Те слова Те начинания Которые мы здесь обсуждали Антон Алексеевич А вы подробно знакомились Вот с правилами Приведения диспансеризации С методическими указаниями Которые Минздравом Даны При первичном этапе Повторном И так далее Вы знакомились? Вы знакомились? Ну так скажите мне Что там невозможного? Все возможно Значит главное что? Правильное исполнение Качественно Больше ничего А мы сейчас группы А мы сейчас еще будем создавать Давайте Еще одни группы будем создавать Еще будем создавать И прочее Прочее Наверное Наверное Кстати Вот выступление Господина Карса Очень четко Была Одна из главных Ключевых Так называемых Факторов Это управление И контроль И контроль За качеством Исполнения К сожалению Вот я согласен Наверное Рустам Шамин Нам пока Вот это Нам главное запустить Сейчас методически Это все обеспечить Просто-напросто У нас еще до контроля Наверное Не дошло Не дошло Ну действительно Не хватает Потому что Ведь еще не все Поверьте Понимание везде Не одинаковое Не одинаковое Понимание Причем на всех уровнях И я могу сказать Что многие вещи Мы очень обсуждаем И они иногда В противоречии В понимании Скажите Во всех регионах Понимание Первичного онкологического Кабинета Воспринято так Как написано В порядках Вот Вот вам пожалуйста Но хотя Хотя А где-то выполнимо А где-то невыполнимо А где-то трактуется Очень просто У нас есть районные онкологи Районные онкологи В первичный кабинет Вот вам пожалуйста Результаты Когда мы дойдем До той Уже стадии Когда мы будем Действительно контролировать Но Все правильно Все правильно Вот как раз Как раз И нужно брать на себя Вот это методическое Особенно федеральное Вот организация Вот этой методики Технологии Контроля Вот это Совершенно с вами согласен Это и есть задача Этой группы Возьмем И учить топовых эндоскопистов Пожалуйста Конечно Главный врач Воронежского Онкологического диспансера И вот Слушая Я должен сказать Что Да мы все говорим Об одном и том же Просто с разными эмоциями И Понятно Что Я с Рустом Шамильевичем Полностью согласен Что есть Программные У нас Вещи Государственные И мы их Должны выполнять И развивать Ну А почему мы должны Не принимать Различные фонды Вот я вам хочу сказать Это в конце 13-го года Наверное Вот Илья приезжал К нам в Воронеж И буквально взяли Две тысячи женщин В торговом центре Ну благодаря инициативе И просто взяли И их осмотрели Из них там Двадцать Утрех Узловые образования В молочной железе Определили И по-моему В шести Даже злокачественные Потом уже подтвердили Пункционными методами Уже ради тех Шести женщин Которых Обследовали И которым мы помогли На ранних стадиях Выявить рак Уже имеет право Существование Гражданство Этот фонд И так далее Поэтому я К тому что Нам необходимо Любые фонды Все что есть Ну только Оно во первых Должно быть подконтрольное Я полностью согласен Все фонды Не должны быть подконтрольными Мы должны их контролировать В каждом регионе Есть Такие Силы Возможности Это все делать Идут Проблем нет Что касается Скрининговых программ Тоже хочу сказать Вот мы Я не так давно В онкологии Два с половиной года Как пришел Главным врачом Онкодиспансера Воронежского Мы разработали Анкетный скрининг Там на 17 локализаций И мы внедрили Этот анкетный скрининг И в диспансеризацию И в скрининговые программы Скрининг программы У нас есть Они идут А что это опросник Не нужны никаких Деньги Не нужны никакие Дополнительные Какие-то затраты Но я вам хочу сказать Что анкетный скрининг Этот Он наиболее Эффективен И он дал Больше результат Чем другие У нас Сотологический скрининг Момографический скрининг Флюорографический скрининг И вот мы Анкетный Анкетный Он более эффективен Даже Чем те О которых мы сейчас С вами говорили Поэтому Я думаю Что Любые Организационные Мероприятия Которые направлены На раннюю Выявляемость рака Их надо приветствовать И внедрять Спасибо Но под контролем Насчет анкеты Это все очень хорошо Но опять же Вернитесь к документам Минздрава И первый шаг Диспансеризации Что делает Любой человек Которого вызывают В поликлинику Вот что Он первое делает Он заполняет Анкету Анкету Да все верно Ну то есть Вы понимаете Ведь там все Вот Прекрасно Я понял Что вы ее расширили Я Да Я видел Делайте лучше Чем написано В приказе Минздрава Все Прекрасно Прекрасно Да Так Спасибо Мне приходится Анализировать Работу Оборудования Которое поступило По программе Онкология В 2010 году И когда это все Перед глазами То великолепно Видно Что оборудование Используется Далеко не на 100% Раз Второе Это не секрет И все вы прекрасно Знаете Что эндоскопическое Исследование Безграмотного Забора Материала Для цитологии Гистологии Это пустое занятие Пустая трата денег Два И вы помните Тот Извините меня За сленг Суповой набор Когда нам Предлагалось Взять Сразу же Оборудование Для эндоскопических Исследований Желудочно-кишечного Тракта Рентгеновский Аппарат На два рабочих Места Несмотря на то Что в районе Был аппарат На три рабочих Места Все равно Меняйте Иначе Не получите Затем Электронная Архивация Микроскоп В районы Где нет Цитолога И вот Эти Микроскопы Они стоят Без дела Без работы И приходится Тем бедным районам Заключать договор С нами Чтобы наши Цитологи Посмотрели Их мазки Вот это Когда мы будем Анализировать Господа Второй Еще один вопрос Очень хорошо Лариса Митрофановна Говорила сегодня О 85% Исследования В которые Мало кто верит А большая часть Не верит вообще Ведь все Эти сведения Поставляем мы И мы Заложники Ситуации Я имею ввиду Не только Ярославская область А вся страна Потому что Попробуйте Они сделать Меньше Чем те Индикаторы Которые Нам спустили Сверху Я думаю Они долго Не проработают Врачами Главными Врачами Или там Заведующим Моргметод Отделами Вот когда Мы коллеги Перестанем Обманывать Друг друга И говорить Так Как Есть И ведь Вот даже Говоря о том Что мы Планируем Завести Какую-то Скрининговую Программу Прежде всего Надо нашим Руководителям Объяснить Что заболеваемость Вырастет Благодаря Этой Программе А с нас Требуют Уменьшайте Заболеваемость Уменьшайте Летальность Смертность Как может быть Смертность Ярославской Области При заболеваемости 487 человек На 100 тысяч Населения Смертность Не может быть 192 На 100 тысяч Населения Определенно Президентом При всем желании Не может 243 Она сейчас есть 239 Она может Измениться Но опять же Не за один год Вы статистику Владеете лучше меня Знаете Все это прекрасно Когда мы говорим Об участковых Терапевтах Уважаемые коллеги Вот Валерий Владимирович Старинский Который к нам Часто приезжает Огромное ему за это Спасибо Он неоднократно Видел Как мы Проводим Разбор Запущенных Случаев И только Единственный Способ Это Качественная Работа Докторов На местах И если я Прошу Врача У которого Сидин Больше Чем у меня Прочитать Результаты Его Обследования И зачастую Бывает Мне стыдно Смотреть На то Как он Краснеет А как Пишут врачи Вы все Прекрасно Знаете И молодое Поколение Которое Привыкло Печатать Они видят Наши каракули Прочитать Которое Невозможно Поэтому Здесь Работы Очень много Самое Основное Это Контроль Вот Когда Поставляется Оборудование В Область Почему Нет Программы Которая Будет Контролировать Работу Каждого Аппарата Это Ведь Не сложно Сейчас При наличии Интернет Это Не сложно Мы Проводим Пятнадцатую Ежегодную Сессию С Международным Участием В городе Ярославле Куда Приезжают Врачи Эндоскописты Со всего Мира Японцы Делают Великолепные Операции Все это В живом Эфире Видно По всему По всей Стране Во всем Мире И приходят Ответы Из многих Стран А сделать Сделать Это В Области Что В вашем Городе Что В нашей Области Это Реально На сегодняшний День Нужно Потратить Немножечко Денег На То Чтобы Было Видно Результат Исследования Контроль Обязательный Гистологический Контроль Обязательный И тогда Приписок Будет Меньше Спасибо Большое За внимание Извините Последнее Буквально Просто К вопросу О контроле Качества К вопросу К вашему В том числе О том Что мы Делаем У нас В этом Году Стартует Проект По Организации Контроля Качества Совместно С разными Носкопическими Кабинетами Качественной Носкопии Мы это Делаем Вместе С Роландом Велари Который Приезжал На первый Форум Это Главный Носкопист Великобритании Мы Представляем Как раз Ту самую Интернет Связь Между Разными Носкопическими Кабинетами Это Мы Сами Оплатим Мы Научим Специальным Протоколам Который Разработал Роланд И Вместе С Роландом Они Будут Удаленно Контролировать Качество Вот Я просто К вопросу О том Что мы Делаем Как Это Может Быть Внедрено В программу Спасибо Спасибо Ольга Владимировна Вы Нет Тогда 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 Разрешите Подвести Черту Под Дискуссией Ну И Я буду Знаете Что Что Хорошо Что я Все что я Хотел Сказать В конце Я сказал В середине Поэтому Большое Вам Спасибо За Участие Самое Главное Вот Что Что Я Вынес Что Не Пройдет И Года Мы Опять Соберемся Да Нет Я Думаю Я думаю Что Не С теми Же Результатами По крайней Мере Мы Уже Понимаем О чем О чем Более Конкретно Мы Будем Говорить Дальше О том Что Нужно Говорить Но И Нужно Поднимать Не Вот Такие В частности Вопросы Вот Вы Посмотрите Сколько Наболело У главных Врачей Регионов Да И У меня Тоже И По Видимому Два Раза В Году На Этом Форуме И На Московском Национальном Конгрессе Наверное Нужно Собирать Надо Собирать Алексей Михайлович Надо Михаил Иванович Об Этому Сказать Собирать Совещание Главных Врачей Потому Что За Год Накапливается И Не Успевается А Вот За Полгода Можно Какие-то Вопросы Более Конкретизировать Обсуждать И И Исправлять Мы Уже С вами 915 Вышел Когда Мы С 12 Его Критикуем Требуем Сделать Изменения Вот Уже 15 Уже 16 Будет Я Не Знаю Когда Это Произойдет Но То Что Он Тормозит То Что Он Мешает Работать В Принципе Онкологической Службе Это Все Видят Все Понимают Поэтому Еще раз Вам Большое Спасибо Здоровья Вам Всем И Удачи Уважаемые Коллеги Ольга Владимировна Это Представитель Нашего Вице Губернатора Ольги Александровны Казанской Она Все Услышала Мы Надеемся Вы Записали Все Передайте Потому Что Мы Все Очень Неравнодушны К И Мы Надеемся Все Таки На Какой Это Шаг Мы Двинуться В Решение Этой Проблемы Все Кто Выступали Они По Своему Правы Есть Доля Истины Что Это Можно Отбросить То Нам Можно Я Согласен С Георгием Моисеевичем Что Опять Вернемся Хотелось Бы Вернуться На Новом Уровне Давайте За Этот Год Какой То Шаг Все Таки Сделаем Всем Спасибо